Казахстанцев ждет повышение тарифов на электроэнергию, однако на сколько процентов пока неизвестно. Точные цифры Минэнерго планируют озвучить в сентябре. В профильном министерстве объяснили, свет в домах жителей страны точно подорожает, поскольку нынешние тарифы не в полной мере покрывают затраты производителей. По словам чиновников, часть средств пойдет на обновление действующих активов. Существующие мощности были построены в 60-70-х годах прошлого столетия. Это сказывается на качестве подачи энергии. Кроме того, увеличение тарифов будет способствовать повышению оплаты труда сотрудников. На сегодняшний день Национальный банк установил коридор инфляции в пределах 8-10%. Мы ожидаем, что рост тарифов будет ниже данного показателя. Комитет будет проводить сдержанную тарифную политику для того, чтобы для населения не было резкого роста. В ходе брифинга также стало известно, что этой зимой Казахстан может столкнуться с дефицитом электроэнергии. По прогнозам компании КИГОК, он составит порядка 300 мегаватт. Как сообщил вице-министр энергетики Жандос Нурмагамбетов, прогноз по нехватке связан с договоренностью нашей страны поставлять электроэнергию в отопительный сезон в Кыргызстан взамен на поставку воды в южные регионы Токтагульского водохранилища. Вот этот дефицит, который КИГОК прогнозирует, он говорит, если у вас поставки в Кыргызе сохранятся, то тогда нужно будет заместить эту электроэнергию в объеме миллиард-полтора миллиарда киловатт-часов. Опять же, все зависит от того, в каком техническом состоянии подойдут наши казахстанские станции к работе в зимний период. И так или иначе, обеспечение потребителей задачи министерства, задачи системного оператора, и все потребители будут обеспечены электроэнергией в полном объеме.